всем привет друзья сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ACM под номером 48185 модель вот такого американского самолета он звучит там я читал про него информацию если я буду по-английски говорить будет очень смешно в общем выпускал его данную модификацию уже данный самолет прототип будет правильнее сказать выпускался одной американской компании с 37 года почти по 70 было выпущено практически 37 модификаций модели вот одну из модификаций компания ACM сделала в виде сборной модели под номером 48185 модель c18s что у нас всегда по традиции красивый красочный боксарт далее коробка из плотного контона ну и сами непосредственно нашла петель с петликами и декалечка с инструкцией так ну по традиции так скажем вам покажу сначала декаль декаль компания ACM уже давно отпускает новой бумаги сам лично собирал переводил приклеивал все делается все приклеивается все замечательно далее инструкция инструкция выполнена в виде журнала в форматах А4 перевелись глянцевые все последующие матовые также компания ACM предлагает нам номера красок в палитре travel это миа вот такие ну и давайте дальше на первой странице технические характеристики на русском и английском языках далее условные обозначения которые будут использоваться при сборке инструкции тут у нас показаны литники далее инструкции компании ACM очень подробные очень понятные и не составят проблем при сборке все подробно что куда какие детали каким цветом красить то есть тут все отлично также нам предлагает компания ACM два варианта самолета это авиакомпания в общем на пятьдесят девятый год и на пятьдесят четвертый я смогу прочитать лесная служба сша данную модификацию но тут попробую авиакомпания Falcon Airways Begin Hill пятьдесят девятый год интересная модификация особенно мне понравилась с лесной службы можно попробовать собрать один пакет тут у нас уже были у меня вопросы у друзей у участников какого же размера будет самолет давайте я сделаю так покажу одно крыло и фюзеляж сначала чтобы было понятно в общем длина самолета насколько вы знаете это модельный коврик одно деление это у нас один сантиметр длина самолета у нас получается так пять десять пятнадцать двадцать двадцать один сантиметр длина и размах крыла модель у нас в сорок восьмом масштабе размах крыла у нас так пять десять пятнадцать двадцать пять тридцать получается тридцать на двадцать один достаточно такая приличная модель ну и это будет хорошим дополнением к вашей коллекции авиации ну теперь что непосредственно про летники компания 7 давно уже делает ну вообще вот сколько моделей сколько обзоров я делал по авиации у всех там много вопросов множество как там дела с расшивкой в общем скажу так 148 масштаб 172 масштаб проблем вообще я не встречал ни разу собирал 172 масштаб одни только положительные эмоции поэтому тут что можно сказать расшивка сделана хорошая пролита хорошо при окраске смывка будет хорошо разливаться по расшивке далее хочу обратить внимание на мотогондолы они у нас сразу слиты с крылом вот так вот при первой стыковке могу сказать что состыковаться должно все хорошо но тут плохо то все это делать от ледников выделять пока не буду поэтому будем это все наблюдать на сборках так ну тут все понятно расшивка хорошо каких-либо недочетов на данных ледниках я не обнаружил дальше следующее фюзеляж ну так же расшивка сделана дверь хочу обратить внимание сделана отдельно то есть я так понимаю что можно было сделать ее открытой скажем так и салон если вы уделите внимание салону то все это будет просматривать достаточно хорошо потому что дверь большая также по остеклению остекление модели большое то есть что у пилота кабина что непосредственно пассажирский отсек то есть через остекление будет все внутренности видно поэтому при сборке уделите внимание окраски внутренних частей ну тут что дефектов как я говорю уже не обнаружено так расшивка все четко сделано дальше следующий ледник ну вот такой маленький возьмем пару маленьких ледничков таких тут у нас все сделано все хорошо все четко каких либо дефектов не обнаружено дальше последний ледник модель такая не очень большая по количеству деталей но по внутренней наполняемости по качеству отливки она отличная далее на что хочу обратить внимание следующий вопрос тут что у нас шасси шасси компания Азим отлила не как обычно они раньше это делали из двух половинок то есть шасси у нас сделано из одной части пролито причем замечательно и так шасси не под нагрузкой поэтому при сборке модели не сбудьте такая мелочь но приятно это сделать небольшую нагрузку статей много в интернете если хотите в нашей группе можете посмотреть там часто выкладывали как это делается дальше мелкие детали пролито хорошо и четко так тут что у нас что сказать расшивка сделана все ручки все это сделано все хорошо и четко на мелких деталях никаких дефектов не обнаружено но теперь последний литник это у нас прозрачный платье прозрачный платье компания 7 вот сколько моделей я уже смотрел он шикарный поэтому как я уже говорил здесь достаточно достаточно большое количество остеклений уделить внимание внутренним частям да то есть все будет читаться все смотреться будет через остекление обратите внимание на внутренней части салона чтобы можно было потом взять самолет посмотреть а там все сделано все шикарно ну и теперь давайте непосредственно завершим наш скажем так обзор завершим его видом нашей коробочки вот так если вы собираете авиацию собираете авиацию послевоенную скажем так то это модель для вас модель хорошая по качеству по стыкуемости я еще сам не собирал обязательно соберу обязательно выложу отзывы свои но я уверен она будет отлично потому что все последние модели у компании а7 выполнены хорошо и качественно если вы собираете еще раз говорю авиацию то эта модель должна быть у вас на полке всем спасибо всем пока